Надюш, ты эту книгу знаешь? Видела? Ну, у меня, по-моему, где-то была такая. Да? Там про что? Вот это Байдемат Кичарукова написала. Вот в 93-м году эта книга вышла. Знаю, Байдемат она мне дарила. Вот отсюда, с этой книжки я пою 4 песни байдематовских. Угу. Вот. И мы выступали в Найчике на телевидении. Мы выступали вот с этой группой. Вот с этой группой ты многих знаешь. Ну, они, наверное, уже повырастали, да? Да, конечно. Аида Декушева. У нее уже четверо детей. О, вообще офигеть. Четверо детей. Вот здесь, вот Аида Декушева. Сейчас четверо детей. Ну, конечно, так тут столько у вас фотографий. Сколько нот у вас. Ну, надо же. А может здесь и твоя фотография есть? Моя, да. А, так слушай, это ж ты. Это я, да. Ну-ка посмотри, какая молодая. О, гармонистка. А вот тут, поэтому от сама с телеведущей-то Кумаевой. Это она, наверное, тебя объявляет, а ты поешь? Она в Нальчикском телевидении. Да, она берет у нее интервью, поспрашивает про артистов. Азан у нас назвался Бакпахан. Знаешь, что такое? Что это такое? Это одуванчик. Ну, вы все как одуванчики. Мы одуванчики, да. Мы одуванчики. А, знаешь ее? Марья. Марья Ам Джаневекова. Ну, наверное, помню. В институте преподает музыкальный. М-м-м, поэтому знала. Я же раньше знала. А вот это Ахматик Байдмата, сын. Вот это Ахмат. Угу. Еще детеныш. Сейчас, сейчас он. Сейчас он уже идет в Карачаевске. Он работал в Москве, жил, потом приехал сюда. Сейчас он в Карачаевске живет. Ростом, говорит. Два метра, наверное. Два метра. Ну, вот сейчас, в данное время, чуть-чуть присел. Сантиметры. Потом. Чего вы там, ладно, стоите? Вы что-нибудь другое делаете, девчата? Ну, хорошо. Спасибо вам. Вы что, штудируете песенник наш, да? А как песенник называется? Хоть бы сказала. Спасибо, Надя. А Надежда, расскажи, пожалуйста, кто такая Надежда? Ой, Надежда, Надежда Ивановна, ведь это моя соседка, моя душевная подруга. Равных ей нету. Мы с ней так дружим. Она работает в музыкальной школе директором. Два. Ну, а сейчас преподает, по акаджону преподает, фортепиано преподает. И национальную барабангу. Сколько лет? 39 лет в этом году. 39 лет. Есть, наверное, какие-то заслуги, да? Заслуженного артиста или как там? Нет, заслуженного артиста нет. У меня есть. Я как ветеран труда и благодарность от главы администрации. Ну, это хорошо. Она сочинила такие стихи, сочинила. Станет им нам поселка, провоку вас. Так вы можете сейчас прочитать стихотворение? Ну, хоть одно. А если я слава принесу? Нет, нет. Сейчас вот сама что-нибудь стихотворение прочти. Ты не правила на юбилей? Ну, хоть любые стихи. Посетила на юбилей поселка. Любые стихи. А зачем? А фамилия, имя, отчество скажите полностью. Вич Ужанина, Надежда Ивановна. Ну, а от того, что Надежда Ивановна, что мы с тобой, на ты, много лет дружим, что ты в роддоме у меня рожала, и я пеленала твоего дитятка, ты почему никому не говоришь? Наверное, стесняюсь. Она же как горянка уже. Она горянка. Кстати, она на карачаевском языке поет. Спой, пожалуйста, один куплетик вот сейчас. Вот такой у нас девичник. Ой, какой девичник. Я просто такой заряд бодрости, тепла, мажора, цветение получила. Так что буду ходить целый месяц, ну, как сказать, на пятой скорости летать. Да, она в новом, короче, и родилась. У нее такие замечательные родители были. Царство и небесное. Аминь. Царство и небесное. Вот мать, вот мать, ну, казачка, но настоящая горянка. Прям истинная горянка. Обычай держала. Вот сколько раз я к ним заходила, когда мать у нее находилась, сколько раз я не сойду, она вставала. Ой, тетя, почему вы встаете? Она, как же, человек зашел. Молодец. Ну, воспитанная семья. Спасибо, Надежда. Вы, вот, я маму твою помню, она в аптеке работала и заведующей, кажется, была. Да, заведующей она была. Вот. Замечательный человек. Ну, мерила человечности. Вот каким должен быть человек истинный, вот благородный, благодарный, вот она такого характера была. Вы украшаете, вот ваша семья украшаете свое окружение. Мы, вот, кто с вами общается, они делаются хоть на один грамм лучше. Спасибо большое. Отец пел. Пел отец? Вот этого не знаю. Все народные песни знал. Вот этого я не знала. Так ты у отца музыкант? Я только не пью. А так, да, ну, все равно музыкант. Отец пел. Вот здорово. Ну, хоть одно стихотворение скажи, Надечка. Ну, хоть маленькое какое-нибудь одно. Ну, два куплета. Так я еще не знала, что ты стихи пишешь. Пишешь. Ну, и, боже мой, коллега моя. А, свои стихи? Да. Я не могу рассказать, я их не знаю наизусть. Честное слово. Ну, тебе раз. Ну, бывает так. Пишет, она много пишет, хорошо пишет. Да. А, печаталась где-нибудь? Нет, только вот здесь уже гимном это взяли. Она стесняется просто. И то, и то в день, в юбилейный день поселка, ее стихи, которые посвятила она поселку, юбилею, я принесла, отдала ведущей концерта, ведущей отдала, и ведущая читала там, и всем понравились стихи. И забрали, сделали гимном поселка. Ну-ка, может, я вмещусь? Надеемся, надеемся, что все вмещусь. Вот такой у нас девичник был. Дорогие, кто нас будет смотреть, дай Бог вам здоровья и хорошего настроения. Всем привет. Всем привет. Да. Всем, всем, всем. Пока. Наши лучшие пожелания. Ага. Спасибо. Чтоб такой стол был самый дешевый, самый скромный стол, чтоб у вас был такой, как у нас. Сыр, халва. Ну, вот, 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 все. Ну, ничего страшного. Вот так вот. Спасибо, девчата. Я у вас в гостях. До встречи. А Пуаджан и Надя прямо соседи живут, вот, по стенке перестукиваются, у них телефон такой. Я думаю, что она делает? Она подошла к стенке, вот так вот, тук-тук-тук. Я думаю, что это она там? Думаю, от того, что со мной так много позанималась сегодня песнями, мы четыре или пять песен записали. Думаю, наверное, крыша поетела. Слушаю. Надя бежит. И говорит, что случилось? Я думаю, что она так говорит? Оказывается, они перестукиваются. Молодцы. Это настоящая дружба. Настоящие. Молодцы вы. Так должны жить соседи. Спасибо вам. Она в моей квартире, как хозяйка, она все знает. Где, что лежит, все знает. Потому что мои ключи находятся на деньги. Ее ключи находятся у меня. Ой, молодцы. Молодцы. Так и должны жить соседи. Счастья вам, мои дорогие. Я рада, что вы у меня есть. Спасибо. Взаимно. Спасибо. Да хоть бы красивые слова сказали для Байдема. Что такое взаимно? Это что такое? Мы тебе тоже желаем здоровья, счастья, творческих успехов. Это все казенные слова. А я ведь вам от души сказала. От души. Ну, откуда нам столько слов, чтобы описать тебя? Да, у нас слов нет. Чтобы дать тебе цену дать. Откуда мы найдем столько слов? Вот тебе раз. Надя, ты же поэт, найди хоть три слова. Ну, только поэтичных. Мне не надо дежурные. Поэтично? Нет, я бы сказала бы. Не, Байдема, я с стихами не могу сказать. Ну, хорошо, просто скажи что-нибудь. Давай уже не записывай, я придумаю. Нет, скажи, как записывать. Это все в интернете будет. Не гадайтесь. Аллах Сэндерсен. Аллах Сэндерсен, ведь к его не смей. Ну, ладно. До свидания. Я стесняюсь. Ну, хорошо. Ну, стеснительная она у нас.